Бسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام على رسول الله Да будут нескончаемые восхваления Всевышнему Аллаху, сделавшему для мусульман знания основой правильных решений Да будут благословения и приветствия пророку Мухаммаду Мустафа завещавшему своей уме непрестанно искать знания Амман Баат السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Сегодня мусульманский мир переживает один из самых тяжелых периодов своей истории Проливается кровь тысячи людей и в основном кровь мусульман Проливается кровь наблюдается насилие и беззаконие Они охватили многие мусульманские страны Это Ирак, Сирия, Ливия, Йемен, Сомали, Ливан, Тунис, Египет, Афганистан и много других стран История еще никогда не знала чтобы когда-либо мусульманская умма была в такой сложной противоречивой ситуации как сейчас Источников наших общих бед и проблем сегодня много Главное из них это отсутствие религиозных знаний Именно отсутствие знаний привели к взаимным разногласиям к разладу среди самих мусульман привели к тому, что мусульмане не прислушиваются к словам улемов не внемлют их наставления Об этом сегодня много говорят пишут, даются оценки ситуации Таким же образом появилась и книга «Открытое послание», которую мы сегодня представляем Книга «Открытое послание» является одним из последних трудов известного богослова мусульманского деятеля Шейха Мухаммад Садыка Мухаммад Юсуфа Рахматуллахи Алейх кто был одним из величайших и выдающихся ученых мужей нашей эпохи и кто недавно покинул наш этот мир Шейх Мухаммад Садыка Мухаммад Юсуф Рахматуллахи Алейх своей жизнью полностью посвятил делу возрождения исламских наук распространению света Аллаха чтобы показать людям истинный ислам показать все его преимущества и достоинства его легкость В книге автор рассказывает о так называемой организации ИГИШ об исламском государстве Ирака и Шама что находится сегодня в центре внимания всего мирового сообщества и которое превратилось во всеобщую глобальную проблему Книга Шейха по сути состоит из четырех основных составляющих В первой части описывается история возникновения террора история возникновения террористических движений условия и причины появления исламских вооруженных формирований причины появления упомянутой организации ИГИШ и объявленного ею исламского государства а также в книге делается сжатый но в то же время детальный анализ исторических ошибок возникших в результате недальновидной политики сильных мира сего с одной стороны и малограмотности группы мусульман с другой Вторая часть книги посвящена вопросам основы фикха в частности правилам эстетата то есть посильности в выполнении обязательств перед исламским шариатом приводятся аргументы в пользу того что ислам есть религия облегчений а не затруднений что шариат всегда облегчает обязательства а не отягчает их и посему делает их посильными для выполнения Третья часть книги она полностью составит из собственно открытого послания которое подписали 126 авторитетных улемов мира в том числе и наш наставник чайх Мухаммад судок Мухаммад Иисуф Рахматуллах Алейх Однако термины и некоторые дополняющие фразы в русском переводе в этой версии послания они приводятся с учетом редакции покойного автора Рахматуллах Алейх Четвертая заключительная часть книги посвящена примерам из истории которые имели место во времена праведных халифов и которые по своим масштабам и распространению смуты среди мусульман по сценарию своего развития напоминают трагедии наших дней рассказывается о кознях зачинщиков смут в прошлом о методах их действий а также излагается и об отваге которую продемонстрировали лучшие люди нашей умы и этим самым защитили людей от зла подстрекателей эти ценные сведения приводятся под заглавием открытые послания истории мусульманам в целом книга раскрывает историю появления современных безмасхабников такферистов и джихадистов срывает маску с лица тех кто выдает себя за истинных мусульман и творит, пользуясь этой маской зло против мусульман в ней автор доступно описывает главные ошибки этих заблудших людей неопровержимыми доказательствами разоблачает сущность их действий и их идей в наш век информационных войн когда полем боя стали сознания людей эта книга без преувеличения может послужить щитом для всех мусульман поэтому для каждого мусульмана несомненно эта книга будет очень полезной можно сказать, что все несчастья мусульман большей частью исходят от них самих от незнания своей религии что им следует незамедлительно устранить свои недостатки обретением знаний изучать подлинную, чистую, высотойную религию досконально, последовательно исследовать своим знаниям таково было наставление нашего учителя и быть терпимыми друг к другу сейчас землю озаряет свет Рамазана в связи с этим в конце своего выступления хотелось бы вспомнить лишь об одном эпизоде что имело место во времена пророка салаллаху ассалам когда посланник алейх салаллаху ассалам спешил к своим сподвижникам с радостной вестью о том что в какой день именно приходится лейла тул хадр ночь предостановления по пути он увидел двух своих сподвижников двух мусульман, которые ссорились из-за волнения вследствие этого маленького конфликта посланник алейх салаллаху ассалам позабыл о точной дате лейла тул хадр которую сообщил ему Аллах представьте себе из-за маленького конфликта из-за ссоры всего лишь двух мусульман мы, вся умма, лишились благодати бараки лейла тул хадр и до сих пор лишены этой бараки и теперь представьте себе представьте себе скольких благодати мы лишаемся теперь каждый день когда проливается в этом месяце кровь сотен, тысячи мусульман когда каждый день погибают и подвергаются лишениям беспомощные старики, женщины и дети дорогие друзья надеемся, что по милости Всевышнего вы сможете извлечь из этой книги очень много ценной информации для себя о причинах сегодняшних событий в исламском мире и их решениях а также найдете ответы на многие вопросы которые беспокоили вас да исправит Всевышний Аллах наше положение во всех обстоятельствах мы просим Всевышнего Аллаха принять эту книгу автора, рахматуллах, алейх в качестве прекрасного деяния совершенного ради только довольства Всевышнего и как дар мусульманам к идуль-фитр и просим увеличить воздаяние за эту книгу за этот труд а также сделать этот труд полезным для всех нас ас-саляму алейкум в рахматуллах и в баракатуху играть на книгу